Зинаида Лукьянова, жительница улицы Вокзальная, просит спилить дерево возле ее дома, ветви которого переплетаются с телефонными проводами, а крона нависает над линией электропередач. По мнению пенсионерки, с приходом весны, когда распустится листва, ситуация только усугубится. Подобное соседство может привести к обрыву электросети и возникновению пожара. Очень часто отключают телефон, свет, потому что все провода перепутаны, а эти столбы уже гнилые. И потом может столб просто упасть, а здесь все-таки мы люди, и в эту сторону клонится. Машины стояли, ну как обычно ставят машины, убрали, потому что страх, что упадет дерево. За комментариями мы обратились в Дорсервис, чтобы разобраться, действительно ли столь близко расположенные к дереву провода создают опасность. И какие будут предприняты меры по решению данной проблемы. Да, оно на самом деле создает определенную угрозу для линии электропередач, поэтому алгоритм будет следующий. В ближайшие дни обязательно эти сучьи, ветки, которые мешают, будут спилены. Потом произойдет экспертиза с участием сотрудников благоустройства и сотрудников отдела экологии Ленинского муниципального района. Они определяют состояние дерева, и если оно будет признано аварийным, и деревом, которое необходимо спилить, то оно будет спилено установленным порядком, согласно графику. Алгоритм действий озвучен, но не все ему следуют, пытаясь действовать самостоятельно, даже не задумываясь, какие непоправимые последствия их могут ожидать. Действие неправильное и далеко не безопасное. Первое. Если вот вы видите, это дерево находится около линии электропередач. И человек, который начинает пилить, он может подвергнуться удару электрического тока. Это раз. Во-вторых, он может из-за своих неправильных действий повредить линию электропередач. И третий вопрос, который также заслуживает внимания, он может нанести здоровому дереву непоправимый урон, и дерево потом сгниет. С момента обнаружения проблемного дерева до момента его опиловки при благоприятных условиях проходит не более трех недель. На территории муниципалитета ежедневно работают четыре бригады. На данный момент в Ленинском районе находятся на опиловке и санобработке почти две с половиной сотни деревьев. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok